Ну а мы сейчас наблюдаем только за финалом А, как я сказала, так распорядились судьи, они вывели всех спортсменов, шесть спортсменов, вот это на этапах Кубка Мира. Вы знаете, очень во многих дисциплинах круг претендентов, главных претендентов, фаворитов очерчивается за год до Олимпийских игр. В шортреке так не бывает, бывает, что молодые спортсмены просто врываются в мировую элиту и показывают свою состоятельность, как, скажем, это было на Олимпийских играх в 2014 году, и даже на дистанции 500 метров, которую выиграл Виктор Анн, и я была уверена, что он просто засиделся, пропустил старта, а это была такая тактика, как сказал Виктор Анн, в финал попал молодой китаец, который не имеет опыта, и я знал, что он будет толкаться, так, собственно говоря, все и произошло. Ну, сейчас Руслан Захаров держится на третьей позиции, впереди два китайских спортсмена, Руслан Захаров не отстает, и позади Руслана Захарова два представителя сборной Кореи. Юрий Конфортола пока на последний, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, ой-ёй-ёй, ну вот такая ситуация у нас произошла, к сожалению, Руслан Захаров падает, и, ну, никакого рестарта, естественно, здесь не будет. Нет, четвёрка вообще осталась, продолжает борьбу два корейца, ой, посмотрите, ну какой, какой финал драматичный, какой финал. Сунь-Джин Ким выигрывает на дистанции тысячи метров, завоёвывает первую для себя золотую награду здесь на третьих зимних всемирных военных играх. Китаец получает травму, по-моему, требуется даже медицинская помощь. Итак, да, Руслан Захаров всё-таки четвёртый в конечном итоге. Продолжение следует...